привет всем сегодня я расскажу вам про вот это вот печь все подробно три года она у меня в эксплуатации три полных сезона я оттопил и всю информацию сейчас дам но насколько смогу это охватить сейчас пойдем на улицу посмотрим в общем на мой дом чтобы было понятно какие вводные у нас есть для того чтобы оценить что вы могли оценить стоит вам эту печь ложить или нет вот это вот мой дом он 50 квадратов он как бы разделен на две половинки вот этот вот угол видите это несущая стена и она делит вот эта часть 25 квадратов и вот эта часть 25 квадратов как вы можете видеть тут установлен дымоход его за три года чуть-чуть покосило у меня еще были распорки там сверху которые шли вот сюда кровли там и там я их убрал но наверное в этом году я их верну раз можно на улице сразу давать смотрим на дымоход как он сделан печь вот за вот этой стеной в той комнате и вот здесь вот по кругу я рассверлил там были вопросы про дымоход как я его делал и вот рассказываю рассверлил вот здесь и выбил из участины и оттуда пропустил тогда называется сэндвич дымоход тут снаружи нержавейка снутри нержавейка 08 и соединены они вот такими вот друг с другом хомутами кстати хомута слаб почему-то вот к стене я прикрепился это крепление от кондиционера вот здесь вот есть такие овальные пазы через эти овальные пазы дальше вот такой вот стартовый узел на этот стартовый узел ставится тройник и дальше 2 метровых и навершие и вот здесь с этой стороны я поставил заглушку сразу скажу про заглушку конденсат отсюда шел только один раз один раз я растапливал в холодную погоду шел конденсат в этом году я планирую снять вот эту всю часть и вот здесь вот началось уже ржавление покрасить все почему здесь ржавеет так интенсивно потому что когда нержавейкой черная сталь они образуют гальваническую пару и там сильное ржавление происходит ладно давайте пройдем в дом и посмотрим в доме так еще небольшая небольшое отступление насчет теплопотерь дом сделан в пол шлакоблока потом утеплен 50 миллиметров экструдированного полипеностирола по моему вот такой же штуки вот здесь под штукатуркой и этого мало этого мало снизу я уже начал утеплять утеплил еще 50 и по-хорошему нужно до конца утеплить утеплить на крыше около 200 миллиметров вата минеральная окна тоже плохие у меня окна самые дешевые стоят с такими я покупал дом внутри однокамерный стеклопакет тонкая рама здесь в белгороде где я живу температура не такая уж холодная зимой ну где-то минус 7 обычно держится бывает до минус 15 несколько зим вот когда уже с этой печки было и минус 25 минус 28 дальше по теплопотерям чтобы тоже было понимание идем сюда и вот тут вот у меня такая дверь у меня два года стояла тут тоже дешевая дверь типа как окна в том году я поставил мощную хорошую дверь самую хорошую которая тут мог найти в белгороде здесь двухкамерный стеклопакет широкий профиль ну и на коробке тоже широкий профиль с этой дверью стало намного лучше печь это не единственный источник тепла у меня кроме этой печи есть электрическое отопление газа у меня здесь нет у меня здесь только электрическое отопление вот здесь вот у меня висят такие конвекторы настенные они выставляются по температуре там снизу стоит термометр термометр показывает какая температура я настраиваю зимой вот этот на 19 18 градусов и в той комнате аналогично у меня получается печь отапливает вот эту вот половину где 25 квадратных метров дымоход снаружи вы уже видели снутри у меня точно такой же стартовый стартовый модуль который там установлен снизу среза на часть сэндвича и поставлено сюда сверху на нее уже надет блять как эта херня называется сверху на нее надета колено и через стену уходит туда здесь перед этим установлена задвижка вы это можете посмотреть в моем видео где я собирал ее теперь немного трещинах в том видео про сборку я рассказывал что нет нет появились трещинки на печи я посмотрел канал называется печу не и он там рассказывает как эти трещинки удалить если вкратце нужно растопить печь очень сильно максимально потом брызгать с пульверизатора и вот здесь вот ударять тогда трещинки уйдут и вот я вот так вот сделал можете перейти к нему на канал посмотреть и у меня тут трещина практически нет вот есть вот здесь вот чуть-чуть трещинка вот это самое напряженное место этой печи ну и я ее уже не заделываю она дальше не развивается все остальные такие маленькие вот тут вот есть как волосочек трещинка и все в принципе эту проблему я решил теперь расскажу как я эту печь топлю обычно я делаю одну закладку вот одной закладкой протапливаю все когда она прогорает я за 2 закрываю задвижку я беру закладываю на низ самые толстые дрова потом потоньше и вверх самые тонкие и растопку и сверху зажигаю их сверху зажигаю открываю поддувало на полную когда она схватывается я закрываю поддувало и тут у меня есть такая штучка и вот на такой щели топлю когда начинаешь топить печку тепло вот сразу идет от дверцы идет отсюда идет тепло и также от вот этих вот кирпичей вот эти кирпичи они прогреваются где-то через минут 30 после того как начинаешь топить вот эти которые поставлены на ребро одна закладка дров которую закладываю прогорает где-то за час если чуть-чуть экспериментировал при закрывалась и при закрывать то может час 30 печь становится теплой со всех сторон где-то через два часа меня спрашивали какое помещение при какой температуре можно отопить вот этой вот печью я расскажу вкратце постараюсь по-быстрому вот видите эти конвекторы которые висят они были не сразу выводы из пола здесь висели батареи и эти батареи у меня топились электрическим котлом так получилось что осенью умеет котел сгорел одной осенью и пока я не купил эти конвекторы и не повесил их мне пришлось отапливать это все помещение печью получается я открывал те двери туда дверь туда дверь туда дверь открывал и топил топил два раза топил с утра и топил вечером и до температуры минус 5 градусов на улице у меня здесь было тепло в этой комнате было где-то градусов 30 наверно у меня 10 термометр висит в той дальней комнате было где-то 20 в этой комнате было 25 так что как-то так 2 протопок в сутки хватало чтобы при минус 5 в этом доме комфортную температуру поддерживать в этой комнате кажется температура была слишком жаркая но вот допустим в этой комнате она была комфортная и в той комнате она была комфортная где-то дров сюда помещается около четырех килограмм я топлю дубовыми дровами у нас здесь дубовые дрова не проблема достать они хорошо горят хороший дают жар о температуре многие мне писали что вот это вот заряду то меня стоит штука что она загорится вот этой штуки не было на видео это я уже потом поставил немного о том как печь греется тоже были вопросы про это напомню я топлю одной закладкой никогда не ложу две закладки вот одну закладку где-то 4 килограмма дров и ложу протапливаю вот эта поверхность в максимуме нагревается так что ты можешь вот так держать рукой и и я не знаю но секунд 10 наверно можешь свободно держать и не обожжешься сколько там градусов это уже сами решайте но градусов на на 55 вот эта часть чуть-чуть погорячее она сильнее прогревается верхняя на углах вот здесь на углах и тут на углах по холоднее можно спокойно держаться был также вопрос сколько держит температуру я приходил с работы где-то часов шесть вечера протапливал да где-то до 7 может до пол восьмого закрывал задвижку это очень важно если не закрыть задвижку она быстро остывает закрывал задвижку если какие-то угли оставались я их вынимал и выкидывал на улицу либо просто открывал на минут десять поддувала на полное и угли прогорали вот протапливал так протопкой и до утра печь теплая вот эта часть дольше сохраняет тепло вот это чуть раньше остывает если вы будете топить эту печь два раза в сутки то 4 килограмма на одну протопку это слишком много когда я два раза топил это было по выходным по новогодним праздникам я закладывал одну закладку полную протапливал потом к вечеру печь еще теплая я закладывал где-то половину той дозы которую закладывал с утра протапливал еще раз до утра печь теплая и потом по половинке уже дальше протапливал были также вопросы про тягу тяга у печи у печи печи тяга у печи хорошая прям очень хорошая бывает такое что когда начинаешь растапливать и чувствуешь оттуда идет холодный воздух в этом случае я что делаю беру и приоткрываю вот это окно вот так и все и сразу появляется тяга и хорошо тянет еще было замечание конструкции печи мне там в комментариях написали что нету прочистных дверец дверец и никак ее не почистишь единственный выход как почистить который я вижу это вот этот раствор выковырять например вот здесь и тогда туда внутрь появится доступ и можно почистить но пока за три года тяга не уменьшилась тяга хорошая поэтому пока мне это делать не пришлось в общем если подытожить в принципе наверное дал вам много информации вы можете уже сами понять подходит вам эта печь или нет вот для конкретно для моих условий могу сказать что если бы она была основным источником тепла то однозначно она бы не подошла но поскольку это у меня дополнительный источник тепла то она подходит самым лучшим образом если вам будет интересно чтобы я показал вам что там творится в дымоходе когда буду его разбирать пишите в комменты я перед тем как его буду разбирать зайду в комменты почитаю если там будет много комментариев с просьбой показать то обязательно я покажу сниму для вас и покажу что там внутри сколько там сажи по идее там на вот этом горизонтальном участке который идет на улицу должно быть много сажи но там посмотрим ну все всем пока